Следующая тема, на которой я хотел бы поговорить, которая тоже рождена в первую очередь большим количеством вопросов, но и в целом, наверное, достаточно важная, это, конечно же, тот скандал, который разразился вокруг Марка Овермарса. Да, немножко тут уже все поостыло, действительно там стрим переносился, и в целом мы уже немножко успели про это забыть, но вопросы про это действительно были, наверное, начать с того, что мне это особенно неприятно, я успел застать его в качестве футболиста Арсенала, и, конечно, такой внезапный поворотик случился, если кто-то вдруг пропустил, Овермарс уволен со своей должности спортивного директора в Аяксе из-за того, что был замечен в харассменте, ну и в частности позже потом появились подробности, что он одной из сотрудниц клуба, одной из подчиненных своих отправлял дикпики. Вот такое с ним случилось, тут, честно говоря, мне кажется, история суперочевидной с точки зрения там правильного, неправильного, рационального, нерационального, но есть у нее интересный ракурс, который скорее касается человеческой психологии, к нему обратимся, ну, а сначала, наверное, вот эти самые очевидные вещи на всякий случай, я проговорю, может быть, не для всех, они очевидны. На мой взгляд, такое разрешение ситуации, когда Овермарс признает вину и уходит из клуба, оно было единственным возможным исходом, и это не следствие какой-то истерики, истерии, новых ценностей, еще чего-то, это просто следствие рационального подхода к принятию решений, это максимально логичное следствие этой истории и не более. И в данном случае, мне кажется, это особенно хорошо акцентировано, потому что данное решение принималось без какого-то общественного давления, то есть решение о том, что Овермарс уходит, было принято, и только после этого публика узнала вообще про весь скандал, и только после этого начались оценки этого скандала. Так что тут нельзя применить вот этот вот аргумент, что там отменили, запретили, еще что-либо. Почему это недопустимо, и почему не могло быть другого разрешения ситуации? Опять же, на мой взгляд, тут даже не должно быть пояснений, но на всякий случай постараюсь донести максимально понятно, потому что нормальным людям, на мой взгляд, и так понятно, но если вот кто-то не понимает, давайте попробуем таким образом постараться донести. Во-первых, само то, что делал Овермарс, это просто-напросто ненормально. Если вы считаете иначе, постарайтесь представить, что кто-то делал бы то же самое на работе, по отношению к вашей девушке, жене или, например, дочери. Вы по-прежнему считали бы, что это нормально? Мне кажется, нет. Если вы считаете, что нужно придерживаться позиции, он же большой профессионал, и это никак не влияет на его работу, то, опять же, задам вам вопрос. А если бы аналогичная ситуация сложилась с тренером, геем и футболистом, с тренером геем и футболистом, вы бы тоже считали, что это никак не влияет на его профессионализм, и что его можно было бы оставлять дальше в команде? Мне кажется, нет. Мне кажется, такое понятие, как атмосфера в рабочем коллективе, оно существует. И умение ее поддерживать, эту атмосферу, это тоже часть профессиональных качеств того или иного сотрудника. Так что вроде как очевидная вещь, но, опять же, судя по реакции, не для всех, может быть, даже не для всех среди моей великолепной аудитории, они очевидны. Что касается психологического аспекта этой истории, который меня еще сильнее заинтриговал, то он сводится к тому, что, по сути, даже вот если взять, скажем так, все эти наитупейшие отмазки всяких этих непонятных защитников, Вайнштейнов, Деппов, Хаммеров, депутатов Слуцких и так далее, даже если взять все эти непонятные отмазки и сложить воедино, то в этой истории невозможно применить ни одну из этих отмазок. Вот если я даже чек-лист составил, вот смотрите, тут не было общественного давления, то есть разбирательство было тихим и внутренним. Дело всплывает, ну, то есть я не считаю, что вот то, что обычно говорят, когда не все эти слова соблюдаются, что это говорят правильно, говорят неправильно, но тут даже этого сказать невозможно, то есть разбирательство было тихим и внутренним. Дальше часто иногда еще говорят, что через столько лет всплыло, всплыло абсолютно сразу, сразу же об этом было доложено, сразу было запущено расследование. И доказательства, часто говорят, что это просто слова, тут доказательства фактические, очевидные, бесспорные. И еще важный момент, что тут даже нет стороны, которую вот эти вот дебилы должны защищать. Тут нет двух сторон. Нет человека, который считает, что мир неправильно с ним обошелся. Тут есть Овермарс, который признал свою вину и сам ушел, признал свои ошибки. Тут нет человека, который требует вашей непонятной мне защиты. Тут нет вот этих вот двух сторон, вы просто их пытаетесь выдумать. И самое интересное, несмотря на то, что, ну, прямо эталонный случай, когда все аргументы обрываются, когда никто не просил того, чтобы эти люди вообще высовывались, все равно они откуда-то берутся. Все равно приходится кучу бреда читать в комментариях. Ну, моя позиция, она диаметрально противоположна этому бреду. Я постарался вам объяснить, почему. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok